У меня печальная очень история. У меня очень-очень известный муж. Крашу многих девушек. Я птичка незалетная. Да, такая голддигерша. По блату это совершенно не значит, что без таланта. Я недореализована как артист. Я от этого страдаю. Поздно, слишком поздно. У тебя очень ровная репутация. Кушная, прям тошная. А ревность все-таки у вас какая-то присутствует? Ревновала вот к Лене Ленской. Она долго его не могла морально отпустить. Она меня била. Она дергала меня за волосы. Она могла ударить меня по голове. Это спальня Натальи Подольской. Ни за что я никогда не отдам своим кровать никому, кроме Вовы. Я хотела поговорить на тему беременности. Зачем тогда жить на свете, если у тебя нет ребенка? Нет, я не сломаю. Берешься на мой котенек. А как Володя тебя поддерживал? Никакой карьеры не нужно, имея такого мужа. Друзья, мы тут приехали к одной очень классной семье. Сейчас обязательно зайдем внутрь и все вам покажем. На самом деле интервью мы будем брать у половины этой семьи. У прекрасной мамы, певицы, жены. И вообще классной девушки, очень красивой, очень мудрой, очень умной. Наташи Подольской. Очень часто Наташу ее показывают и раскрывают только в паре с ее известным супругом. Но нам бы хотелось о ней рассказать как об отдельной личности, которой она, безусловно, является. Наташ, ну мы как бы с пустыми руками не ходим по гостям, мы только с подарками. Тем более хотим, чтобы дети нас полюбили сразу. Слишком не с пустыми руками. Мы подкупаем детей. Да, Подкуп работает идеально. Потом захотят, чтобы мы еще раз пришли, чтобы опять принесли... Подкуп, а с их стороны шантаж. Да, да, да. С нашей Подкуп, с их шантажем. Я держу цветочки. Спасибо огромное, заходите. Все, заходим, ребята, заходим. Давай, рассказывай нам про свой дом. Почему вообще вы выбрали именно это место для жизни? Хорошо, во-первых, начну с главного. Очень повезло с мужем. Потому что совпали даже в этой вещи, в такой вещи, как ремонт. Мы умудрились совпасть. Наши вкусовые предпочтения, выборе дизайна, выборе стиля дома абсолютно совпали. И мы не развелись во время ремонта, как делают многие пары. Да, пару раз мы поссорились, но буквально раз и помирились. И просто горжусь... При выборе унитазов или чего-то? Ты знаешь, при выборе это была плитка. Это была плитка для ванн. Да, это действительно было так. Но во всем остальном мы настолько совпали и просто счастливы этому, действительно. Я считаю, что лицо нашего дома — это двери. Офигенные. Все вот эти вот входные группы. Состаренные, да, чуть-чуть как будто бы? Да, да, да. Это не потому, что они облупились и они постарели. Как многие пишут мне иногда в Инстаграм. Что ребята не могут их закрасить. Это так должно быть. Это такой стиль. И лестница. Это третья такая вот визитная карточка нашего дома. Очень долго выбирали белые балясины или коричневые, решили идти-идти. Очень красиво. Очень красиво. Мне вот эта стена вообще очень нравится. Она какой-то уют придает дому. Да, тут только не хватает Ванечки. Он понемножечку начинает появляться. Так, рояль. Пожалуйста, знакомый рояль из Инстаграма. Ага, да, да. У вас домашние концерты, да, бывают? Володя музицирует, да. И Тема занимается. Вот Володя музицирует. Он и так все время везде музицирует. Он еще и не ленится дома сидеть и музицирует. Редко, честно скажу, редко. Да, редко. Под настроение. Под настроение. И я не играю на инструменте. У меня печальная очень история. Когда я была маленькая, я мечтала просто петь. Мне повезло, я сразу знала, что я хочу быть певицей. Вот буквально с самого, вот как стало вообще что-то понимать. Мечтала играть на инструменте, чтобы так сесть. Ну, во-первых, у меня была ужасная учительница, которая меня била. Она меня била. Она дергала меня за волосы. Она могла ударить меня по голове. Она била меня по пальцам линейкой и так далее. И ужас в том, что мой папа считал, что такой метод воспитания имеет место быть. Ну, вот это советский, знаешь, вот этот подход, когда все орали друг на друга, там, и в садах, и в школах. То есть тебе, по сути, некому было прийти и пожаловаться, да, потому что, ну, как бы, чтобы папа считал, что это... Ну, были попытки, там, мамы, и все, и как-то... Ну, вот так. В общем, она отбила у меня все желание играть на инструменте. И я очень жалею об этом, потому что мне этого дико не хватает в моей профессии сейчас. Вот я не могу, знаешь, сесть и свободно подыграть себе. И это моя такая... Ну, а сейчас взять преподавателя уже... Я пыталась, но это, понимаешь, еще мне тогда никто не сказал, что это большой труд. Я закончила музыкальную школу. В итоге закончила. Да, и положила на полку, наверное, этот диплом. И просто не подхожу к инструменту. Мы, кстати, когда готовились к интервью, обсуждали там тебя, и со стороны кажется, что тебе достаточно легко все удалось. То есть вроде бы у тебя такой был путь очень легкий и простой, и гладкий. Ну, вроде бы, понятное дело, что, наверное, это не так. Что, наверное, на пути все-таки были какие-то препятствия и сложности. Мне кажется, никакой путь не бывает легкий. Он просто бывает свой. Если ты хочешь узнать, как я переехала в Москву и что было, я работала в ресторане вот до «Фабрики звезд», по-моему, около пару лет. И каждый вечер. И зарабатывала 500 рублей в день. И для меня это были нереальные деньги. Вот я хотела сказать, за 500 рублей тогда что можно было купить? Можно было за 500 рублей, нет, наверное, за рублей 800 в Бенетоне. Я просто помню, мы купили моей Юле, я подарила ей в магазине Бенетон такую розовую летнюю льняную какую-то кофточку такого цвета фуксия. И нам казалось, что это просто вещь нереальной красоты. И вот я и смогла подарить за 800 рублей кофточку. Это было круто. То есть это была твоя первая работа, получается, работа? Да, работаю я с 17 лет. Я работала еще в своем Могилеве, тоже в ресторане. Я пела по вечерам и уже была независима от мамы и от папы. С 17 лет? С 17 лет, да. И еще была я на полставки устроена в Могилевскую областную филармонию. То есть ты уже с 17 лет зарабатывала и была независима. И очень этим горжусь. Между прочим, я вам покажу, у меня наверху висит, я буквально вчера разбирала и обнаружила, у меня висит дубленка, купленная, наверное, в 99 году за мои первые заработанные деньги на конкурсе. Я заняла первое место, золотой шлягер, 99 точно, и там был финансовый приз. Это было 1000 долларов, который мы поделили на троих. Вот два моих преподавателя и я. И у тебя эта дубленка наверху хранится. Пойдем посмотрим ее. Вот моя дубленочка. Смотрите, шикарная. Словарик Натальи Подольской. О, шикарная вещь. Смотрите, какая, а слушай, она и сейчас модная. Она прекрасно сидит. Ты понимаешь, что она сейчас, ты не представляешь, какая она теплая. Она, во-первых, тяжелая, а ты потрогай. Тяжелая, дай-ка я посмотрю. Понимаешь, что ты родила двух детей и не изменилась в размере. Это как-то неприлично. Тайлэнд Джормани, извините, пожалуйста. Не хухры-мухры. Вообще все нормально. Не Турция. Забота о собственном здоровье – это тренд последних нескольких лет. Важно не только следить за процентом жира и мышц в вашем теле. Главное – поддерживать и понимать свой организм и его потребности. А как это сделать, я сейчас узнаю у Вадима Фитотова, основателя технологичного стартапа Bionic. Вадим, привет. Привет. Вадим, расскажи немножко о проекте Bionic. И что это за компания, чем вы занимаетесь. Потому что я сама, лично я, уже достаточно давно являюсь вашим клиентом. Ну, если ты уже с нами давно, знаешь, с самого начала. Мы начали чуть больше, чем два года назад открыть в Англии. Bionic – это система мониторного здоровья, которая по тебе подбирает персонализированные решения, как ты можешь улучшить и крупить свое здоровье. И у нас есть разные системы, которые тебе пока скажут, что у тебя есть, что ты принимаешь, какие добавки, заболел ты или нет. И это все строится, в отличие от всех других на рынке, на клинических исследованиях, которые мой кофаундер, медицинский директор проводил в Швейцарии. Почему у нас и швейцарская такой бэкграунд, ингредиенты. Это строилось много-много лет. 11 лет это все заняло. Здесь процедура, здесь процесс. И на сегодняшний момент Bionic уже и в Англии, и в России, и в Эмиратах. И мы завершили пилот в Нью-Йорке, поэтому в ближайшее время мы входим в США. И мы стараемся стать такой глобальной, я называю это движок здоровья. Получаем твою информацию, на базовой информации, типа, отбираем, что тебе нужно делать, как ты можешь улучшиться, что тебе нужно больше сдать по себя. Почти одна треть наших всех клиентов, которые просто хотели сдать, получить рекомендации витамины, узнают во время анализов, что у них есть наклонность к заболеванию, либо они сейчас уже болеют и об этом не знали. Сколько стоит заказать себе вот этот вот Bionic Life, да, систему? Ну, смотри, Bionic Life у нас такой самый общий. Там у него 50 параметров крови, и выезд на медсестры и консультация. Он стоит 15 швей в месяц. Если мы говорим по поводу Bionic Balance, он стоит 6 990. Вадик, как вообще процесс устроен? Как вот мне заказать себе систему баланса или лайфа? Ты идешь на Bionic.com, выбираешь продукт, проводится оплата, и после этого с тобой свяжутся, и уже с тобой уже назначают либо выезд медсестры, либо уже твой термин в лабораторию, куда тебе нужно обращаться. И после этого, когда ты анализы сдаешь, тебе, соответственно, приходят уведомления. Конечно, приходят уведомления, результаты твои, тебе приходят назначения консультации, и тебе приходят уже запросы по поводу информации доставки, куда тебе поставят твои витамины. И потом, как часто их будут получать? И потом ты после двух месяцев приема по лайфу и три месяца по балансу, мы с тобой свяжемся, чтобы наступил срок повторного анализа в крови, где ты можешь уже пересдать и посмотреть, что тебе в организме изменилось, что стало лучше, что усваивалось, на что нужно еще обращать внимание в будущем. И так начинается твой мониторинг. Через какой отрезок времени ты все-таки начинаешь чувствовать, что вот какие-то изменения в твоем организме произошли? Смотри, чувствовать, у нас есть люди, которые звонят на четвертый день и говорят, у меня жизнь изменилась. Это еще раз, чувствовать. Потому что здесь многие факторы играют. Есть плацебоэффект, есть эффект с точки зрения, что ты принял решение заниматься здоровьем. Знаешь, когда люди там в третий день диеты, ой, какой я худой. Мы все понимаем, это вода отошла, и все так далее. Поэтому чувствовать, ты можешь хоть на 2-3 недели после. Увидеть результаты, ты на второй месяц уже увидишь результаты, но мы бы говорим, дайте нам хотя бы 4-8 месяцев, чтобы полностью разобраться с нашим организмом, чтобы отслеживать вот эту там постоянность. Но по ощущению, еще раз, пару недель ты уже будешь чувствовать разницу. Слушайте, ребят, ну все, идем все сдаем, анализ крови и начинаем заниматься своим здоровьем. У тебя очень ровная репутация, да, вот такая прям кристально чистая. Скучная, прям тошняя. Прям, ну, я так не могу, конечно, сказать. Отташнивая. Нет, ну действительно, то есть если вот покопаться, да, в твоей биографии, то за много-много лет, как бы невозможно даже найти никаких суперскандалов с тобой связанных. Это потому, что ты сама по природе своей спокойный человек, не вылезаешь никуда, или просто так вот сложилось у тебя, что ты много лет в браке состоишь там с Володей Пресняковым, и в принципе вы такие все хорошие, спокойные, неконфликтные. Абсолютно точно я не скандальная личность, это правда. Я ненавижу все неестественное, когда притягивают, когда играют скандалы, когда их разыгрывают, это сейчас тоже очень модно, когда их раздувают. Мне становится физически плохо. Вот знаешь, когда вот тебе так некомфортно, что тебе физически, ну вот поташнивать начинают, вот из этой серии физически плохо. Уже нужно, правда, на уровне Госдумы что-то с этим делать, потому что, ну, даже людей убивают за оскорбления там находят. Вот были какие-то случаи, я читала. И, ну, так люди друг друга оскорбляют и обижают, и это все так безнаказанно. Ну, кстати, вот ситуация была с Региной Татаренко, в которой ты ее, кстати, поддержала. Очень поддержала, да. Да, кстати, одна из первых, причем... Меня она настолько возмутила, как можно растоптать за одну секунду человека. Такое сейчас может случиться с кем угодно, с тобой, со мной. Очень многие публичные люди побоялись высказываться, потому что в тот момент настолько сильная была вот эта волна хита, что те, кто высказывались за, то они тоже попадали рикошетом под всю эту историю. Ну, это меня совершенно не пугало, но меня просто возмущает, как можно вот так растаптывать. Даже если человек оступился. Ну, в Регинином случае она просто ляпнула глупость, да? Допустим, мы ее все можем ляпнуть, эту глупость. Потом об этом жалеть, сожалеть. Но вот так растаптывать, просто распинать и растлевать, я не знаю, вот прям... По сути, чем вы лучше, чем она, которая только сказала. Да, желать там смерти даже, и там, чтобы... Ну, это чем вы лучше, особенно абсолютно правильно ты говоришь. И это так сейчас стало модно. Сейчас время, когда реально вот эти все артисты, новые, молодые, они не заморачиваются сильно над вокалом, над чем-то еще. Они думают над какими-то проектами. Хайпом. Просто хайповыми, какими-то неоднозначными, которые вызывают реакцию у людей. То есть поскандалить, похайповать и так далее. Вот, и это дает им охваты. Вот ты, как-то, мне кажется, немножко в сторонке остаешься от вот этого движения, которое происходит. Ты понимаешь, я сейчас уже нахожусь в определенном статусе и в определенном возрасте, когда мне хочется... Мне не хочется гнаться. Мне не хочется так сильно бежать, сходить с ума. У меня был этот период в жизни, он сводил меня с ума. Дело в том, что моя ситуация артистическая, ну, не совсем стандартная, не как у всех, у меня очень-очень известный муж. Перебить мне его невозможно практически. Я не знаю, нужно ли это. Перебить его популярность, его там востребованность какую-то. Я бы этого хотела, но я не знаю, насколько это было бы полезно для нас с ним. Понимаешь, о чем я говорю? Моя мечта, она пока не сбылась. Я недореализована как артист. Я от этого страдаю, но уже не так, как, например, 10 лет назад, когда у меня были депрессии на эту тему. Когда мне Володин на тот момент, директор, продюсер, говорил, да тебе что, дома щи варить? Мне было это дико неприятно. Буквально до слез, потому что я с удовольствием сварю дома щи, я люблю это делать, но это не единственное мое предназначение в этой жизни. потому что, мы уже говорили об этом, с 9 лет я профессионально занимаюсь пением. Я не случайно в этой профессии. Я родилась с мыслью о том, что я хочу быть певицей. Не танцовщицей, не актрисой, не инженером, не космонавтом, не доктором. Певицей. Вот это единственное знание, которое я с самого детства имею про себя. Вот, поэтому я птичка незалетная. И, конечно, был очень крутой старт с «Фабрикой». И потом я слишком быстро встретила Володю. «Фабрика» закончилась в 2005 году зимой, а летом мы уже с ним познакомились. То есть ты хочешь сказать, что ваши встречи, ваши отношения, они тебе не помогли выйти на новый уровень, а они, наоборот, затормозили твое какое-то развитие как артиста? Ну мы потом посмотрим. Мы же еще не заканчиваем наш концерт. Нет, подожди, но вы уже очень много лет вместе. Вместе 16 лет на сегодняшний момент. Это практически половина моей жизни. Ну то есть ты считаешь, что твой пик карьеры был тогда, когда была «Фабрика звезд», не сейчас? Я считаю, что мой пик карьеры еще наступит. Он еще впереди. Ты считаешь, что тормозить он начал из-за того, что все-таки вы рано наступили? Я не могу утверждать, но может быть. Потому что меня как-то отрезвила одна моя приятельница, которая сказала, неизвестно, чего бы ты добилась в карьере, вот на сегодняшний день, если бы у тебя не был такой удачный брак. В этом есть очень сильный смысл. По юности нам всем кажется, мне так казалось, что я сейчас вот раз-раз идеально совмещу удачный брак и сумасшедшую карьеру. Оно как-то так прям не получается. Ты выходишь замуж, начинаешь встречаться с одним из самых востребованных, известных артистов в нашей стране. И наверняка злые языки стали судачить, говорить, обсуждать то, что такая голддигерша решила карьеру себе за счет. Конечно, через постель. Да, вот это все было. Это же модное, модное, конечно, через постель, конечно, свободе. Да, но все же оправдано. Ну то есть были ли люди, которые считали, что твои чувства к Володе не искренни? Были. Что вот просто ты таким образом решила себе как бы сделать карьеру? Были, конечно, и до сих пор пишут, что она из себя представляет, она ноль, без него и так далее. Меня вот это как раз не задевает, меня это умиляет. Я же все про себя знаю, глупая фраза. Просто меня это сейчас уже не задевает. Наверное, вот лет 10 назад меня это задевало. Мне было очень неприятно. А сейчас мы же друг другу помогаем. Я же ему тоже в чем-то помогаю, Вове. И то, что он на сегодняшний день очень востребован, я тоже считаю, что в этом есть доля моей заслуги, потому что я его, во-первых, вдохновляю, во-вторых, я его щекочу, в-третьих, я тыл для него, как и он для меня. А ревность все-таки у вас какая-то присутствует? Больше совсем нет, вообще нет. Ну, было когда-то? Ну, было, было. Я очень ревновала. Ревновала к поклонницам? К ситуациям, к бывшим отношениям? К бывшим, нет. Ну, я к бывшим ревновала вот к Лене Ленской. Она долго его не могла морально отпустить. А Кристине, конечно же, нет, потому что это было до, и задолго до меня, и, конечно, ревности к ней не было. А вы с Кристиной знакомы? Ну, мы знакомы, конечно. Но мы не дружим. Особой любви между вами нет? Нет, любви нет, но и вражды нет. За что я действительно очень благодарна, за то, что вот с Никитой у нас потрясающие отношения, очень теплые. И это говорит о том, что ничего плохого ему про меня не говорят. А как вы с ней познакомились вообще, с Кристиной? Да я не знаю, мы никак. Особенно знаешь, как у артистов. Они же не знакомятся. Ну, все заочно. Они просто друг друга видят и идти познакомятся. Ну, а на каких-то мероприятиях, когда вы встречаетесь, вы здороваетесь? Ну, конечно, да. Ну, бывает по-разному, поэтому. Ну, просто здороваемся, но без всяких там... Сентиментов. Да. Ты молодая девушка, да, которая вот там после фабрики, да, такая вся известная, популярная, в расцвете своих сил, так скажем, вот начинаешь свой там творческий путь, да, и встречаешь Володю, да, человека, который там суперзвезда, его знает, реально каждая дворовая тоже собака в этот момент. И у человека определенная репутация, да, такого прям бондивана, ну, гуляки, да, человека, который там сердцеед, значит, к его ногам там. Еще сердцеедом был, да. Ну, слушай, хочу даже сказать о себе. Я там росла тоже на песнях Володи в 10 лет, он был моим кумиром. Я, значит, смотрела его вот эти клипы, песня стюардесса по имени Жанна. Ты повсюду со мной, всю Одесса по имени Жанна. Потом там «Странник». Это были мои любимые песни, я, значит, подходила к экрану, где пел Володин. То есть, понятное дело, что в то время был там Агутин, был Пресняков, была группа «Нана» и там, не знаю, группа «Иванушки», например, да. Особо больше, ну, я имею в виду из мужчин. Ну, а, Влад Сташевский был, ну, это тоже был там типа суперзвезда, кумир и так далее. Он просто куда-то делся. Вот, но Володя как-то, он действительно был такой вот прям, как сказать, мечта девушек. Мечта девушек, да, и романтичный. Все, ну, как говорят сейчас, краш, модное слово. В общем, краш многих девушек. Наташа, учи, у числа варь, зактотокера. Запишу, запишу сейчас. Краш многих девушек. И тут, как бы, ты, значит, начинаешь с ним встречаться. У вас там какие-то чувства. Ну, вот ты об этом думала, о том, что вот он вроде бы такой сердцеед, а вдруг он с тобой там поматросит и бросит, вдруг как-то там. Я очень много раз отвечала на этот вопрос, но не подобные вопросы. Но ты знаешь, вот, просто отвечу на него так же, я к этому. Вот мы когда с ним встретились на больших гонках, произошел, как в фильмах, такой стоп, стоп-кадр. Знаешь, когда там люди друг друга встречают, влюбляются, и оператор снимает там только, как они смотрят друг на друга, и все вокруг останавливаются, и только они живые, вот там что-то там, музыка, да. Вот произошла такая ситуация. Вот все вокруг замерло, и были только он у меня, я у него. То есть голова просто отключилась? И вот включилась только сердце мяса? Нет, наоборот, отключился весь внешний мир. И только голова была, и глаза, и там, и сердце. Вот любовь с первого взгляда. Нет, я имею в виду, что ты не стала думать в своей голове о том, что как же, а вдруг он там. Нет, потом, потом. А вот в момент встречи, конечно же, вот просто и внутренний голос абсолютно четко. Об этом тоже, может быть, ты слышала. Я говорю в интервью, что очень четкая фраза. Это твой будущий муж. А когда у вас, в результате, букет на конфетный период был, какие были ухаживания с его стороны? Охапки цветов, охапки. Как же это приятно. То есть ты любишь цветы? Вот у меня двойственное отношение. С одной стороны, вот в момент, когда тебе их дарят, это так приятно, а потом они в вазу становятся, и раз, на следующий день вянут. Да. Очень обидно. Вот, ну, вот мне стало опять хотеться цветов, Володенька. Ты мне стал их редко дарить. Вначале он меня задаривал украшениями Сваровски. Тогда было так модно, и он мне мог, знаешь, принести и подарить сразу два кольца. Для меня это было после 100 долларов с концерта. И я на один палец Сваровский, на другой. И такая ходила вся счастливая. Но он говорит, что этот период у меня очень быстро закончился. То есть вот этого такого счастья. Сваровский. А, Сваровский период. Что ты уже более дорогие бренды хотела рассматривать. Да, мне стало хотеться большего. Все нормально. Мы же растем и развиваемся. Это нормально. Ну, а какие еще были ценные, особенно подарки? Он мне подарил колясочку. Очень вот прям сразу. Такую тоже Сваровский. И сказал, хочу я от тебя детей. Конечно, это улетела на небеса счастья. Ну, нет. А еще был очень смешной момент. Он меня пригласил в ресторан. Тоже это было очень в начале. Это был рыбный ресторан. Мы взяли бутылку вина. Мы заказали рыбу. Мы прекрасно привели время. А потом принесли счет. И так получилось, что я его увидела. Я до сих пор помню эту цифру. Она меня просто... Я практически была в обмороке. Это было 12 тысяч рублей по курсу 30. На те времена. Это там какой-нибудь 2006 год. Ну, это... До фига. Да, до фига, да. И он видит, что я вижу. И у меня такое смятение. Ну, мне дико неудобно. Как-то я так неловко себя почувствовала. А он так раскинулся на кресле и говорит, а ты что думала? Я тебя по столовкам водить буду? Ну, и, конечно, куча смеха. И он так снял это напряжение. Мы с ним всегда очень много смеялись. И смеемся. И очень это ценим. Пользовалась ли ты популярностью среди мужчин? И вот чувствовала ты себя красивой, привлекательной? Ну, вот Димочка Дюжев у меня не устает. Он мне напоминает, что вот как мы там с ним флиртовали. Ну, просто вот на уровне хихиха-ха. Ну, там еще были мужчины. Я не буду произносить их имена. Какие-то известные. Чтобы не ставить в неудобное положение. Все-таки много лет. С которым происходил какой-то там переглядки. Такие гляделки. Я до сих пор не понимаю, пользуюсь ли я популярностью мужчин. Вроде как и нет. Вроде как я тебе тут сказала. Комплименты тебе сделала. Спасибо большое. Наша группа от тебя в полном восторге была. Мне очень приятно, правда. Потому что, что я могу сказать. Володю так сильно уважают, что мне не оказывают каких-то сверхзнаков внимания мужчины. Я так это чувствую, что именно из-за огромного уважения к нему. Ну, пусть будет так. Ну, тебе бы хотелось все-таки чувствовать? Нет, я очень комфортно себя чувствую в том, что есть. Как тебя окружение приняло, Володя? Ты, кстати, рассказывала еще вот эту интересную историю про Агутина. Про Лёня, да. Который тебя тоже проверял. Да, да, да. Ремонт обуви, там что-то такое, да, было? А вы читали модного писателя «Ремонт обуви»? И тут у меня тоже так, боже, сколько сказать. Читала, не читала. Ну, я же не читала. А если скажу, что читала? А он спросит. Я говорю, не читала. Он, ну, слава богу. Потому что «Ремонт обуви» еще никто не читал. Да, да, да. Ну, а какие-то были еще интересные такие вот проверки со стороны окружения Володи? Тот же Лёня сейчас очень любит по праздникам произносить такой тост и, ну, такое свое мнение, что он очень любит встречаться со своими друзьями, вот в частности с нами, и видеть, наблюдать, что у нас все хорошо. Тогда ему становится тоже очень хорошо, и он спокоен за друга. Это, конечно, для меня просто шикарный комплимент, потому что они тоже многолетние друзья, и такое слышать приятно. А был кто-то, кто тебя не принял? Нет, ну, прям откровенно, чтобы не принял. Ну, так просто вот ты приходила, не знаю, в компанию с Володей, как-то показательно. Поначалу немногие верили в нас, как пару. Вот мне Катя Стриженова как-то сказала, что «ты когда появилась, мне так это не понравилось, я так это не одобрила». Мне так было удивительно это слышать, но это было ее мнение. Человек тоже, вот там Стриженова, и они сто лет его узнают, вот это было их мнение. А сейчас, говорит, я так рада, что вот вы вместе, у вас все так хорошо. Алла Пугачева, по-моему, тоже, да, Алла Борисовна? Ну, с Аллой Борисовной у нас не сложилась еще на фабрике. Она почему-то меня крайне не взлюбила. Если честно, не могу понять, почему до сих пор. Ну, вот она это выражала, что ты такая вся правильная, такая вся ровная, вот тебе не хватает чертовщинки. Сейчас каждый человек – это маленькая СМИ, а блогер – одна из самых модных и востребованных профессий. Одни блогеры сами продвигают себя в соцсетях, а другие нанимают СММ-специалистов для привлечения новой аудитории. Я вот, если честно, особо в этом не разбираюсь, поэтому решила погрузиться в мир СММ. Кстати, и вы можете попробовать себя в роли СММ-специалиста. Поможет вам в этом бесплатный онлайн-курс «Старт в СММ» от образовательной платформы «Нетнология». Здесь для начала помогут понять, подходит ли эта профессия именно вам, а дальше эксперты с опытом погрузят мир СММ, расскажут о различных направлениях этой сферы и помогут составить дальнейший путь развития профессии в конце обучения. Даже если вы живете в регионе и ваша профессия перестала быть востребованной на рынке, вы легко можете поменять сферу деятельности с помощью нетологии. Также тут можно освоить полноценную профессию по интернет-маркетингу, СММ, контекстной и таргетированной рекламе, копирайтингу, SEO и PR. Уже более 20 тысяч профессионалов закончили курсы в нетологии и развивают успешно свой бренд или работают в крупных технологичных компаниях. В течение всего обучения вас поддержат и доведут до результата, а после помогут собрать портфолио, оформить резюме, пройти собеседование и выдадут удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке, которые подтвердят ваши компетенции. Образовательная платформа Нетология поможет вам изменить жизнь, не выходя из дома. А я дарю вам скидку 40% на все онлайн-курсы Нетологии по промокоду FAMETIME.TV. Подробности в описании. Сколько здесь вообще призов? Вот фотографии. Это Лена. Вова. Вовина мама. Это Вова. Ой, такое хорошее и прикольное. Очень. Это Никитосик наш. Класс. Это вот Вова с папой. Это вчерашние наши премии. Да, премию не в том месте. Вову поставили. Такой вот кубик классный. Да, да, это со свадьбы с нашей. Это я. Первый класс. Ой, какая хорошая. А это вот мы с нашей мамой. Отгадайте, где я, где Юля. Так. Юля это мастера двойняшка. Да, мы знаем. Так, я сейчас скажу. Легко угадать. Лично я вижу. Я. Да. Да. Правильно, молодец. Я молодец. Да. А это, смотри, маленький Вова. Копия Тёмы, маленькие копия Ваны. Кстати, реально, как похоже. Да. То есть Ваня похож тоже на Вову, да? На Вову. То есть Вова не перепутает, что это его ребёнок. Это рисовал Тёма. Я обожаю просто эту картину. Очень классная картина. Да. Три внука. Как вот делать так, чтобы дети во взрослом возрасте могли так рисовать? Вот так рисовали. Это я, я примерно так рисую. Это реально очень классно. Это же вообще можно продать где-нибудь в каком-нибудь... Никогда не продам. Нет, нет, нет. Запис цены. Слушай, ну ты вообще, я смотрю, с детства участвовала во всяких конкурсах всё время, да? Да, да. Получала какие-то призы. То есть ты такая в этом плане отличница. Вот не я такая. Мама такая. Мама такая молодец, понимаешь? Она увидела, распознала во мне эту тягу. Я пела всё время. Всё время. Я не пела только когда спала. Какая самая ценная премия из всех, которые здесь есть для тебя? Ну, во-первых, хочу сказать про книги. Это книги моего папы, которые вот мы перевезли из Могилёва. Это одна, я не знаю, одна вторая, наверное. Одна сотая, вернее. Это очень маленькая. Папа очень увлекался книгами. И папа относился к тем людям, про которые говорят человек-энциклопедия. Ну, кстати, я помню, я когда-то вот лет много назад читала какую-то книжку Владимира Соловьёва. И там у него в книге было какое-то слово, я не знала его значения. Я его не помню, это слово. И я позвонила. Папа, вот я читаю книгу Владимира Соловьёва. Что значит это слово? И он не знал. Я такая... Всё-таки есть одно слово, которое папа не знает. Книги. А так, это всякие наши награды. Здесь очень много Володиных наград, конечно, за его такой огромный творческий жизненный путь. Ну, здесь же твои тоже есть награды. Мои, конечно. Вот какая для тебя самая ценная? Помимо книг, которые ты перевезла папиных? Вот смотрю на них на всех. Да, все они ценные. Это очень приятно, получать награды. Но здесь пока нет наград серии Муз-ТВ, РУ-ТВ моих. А ты хочешь? Очень, очень хочу. Этот граммофон мог бы быть моим, если бы я умела петь. Но нет. Он не подписан, можешь говорить. Я могу говорить, что это мой. Друзья, спасибо вам большое за то, что вы меня обратили. За то, что меня любите. А здесь есть твой золотой граммофон? Да, какой-то есть один за песню «Поздно». И у нас есть совместный с Володей за песню «Кислород». А твоя любимая песня какая в твоем репертуаре? Все. Ну ладно, ну хорошо. Просто все. Я обожаю свою песню. Как бы твоей, не знаю, новой карьеры. Ну, если говорить о визитной карточке, то, конечно, эта песня «Поздно». И это «Фабрика звезд», «Мое зеленое платье», «Хвост длинный». Знаешь, что мне отдельно нанимался стилист? На вот эту песню? Вот Витя Дробыш, да, мой продюсер, и Иосиф Пригожин, они на то время работали в паре. Они мне на этот номер наняли отдельного стилиста, отдельного визажиста. Был заказан «Крустальный рояль». То есть они так подготовились к этому номеру. Это был просто вау. Сережа Мандрик, он был хореографом тогда всех фабрик, он просто сам участвовал в моем номере. Ты не понимаешь, он ни у кого не участвовал, только у меня. Слушай, ну потому что они делали, мне кажется, ставку на эту песню, они понимали, что она взорвет. Ну вот, да, был такой какой-то, мне кажется, взрыв на тот момент, и эту песню я обожаю. Я ее пою всегда последней в концерте, я ее заканчиваю. У меня там есть такая, типа, реплика, типа, ну знаете, что никогда ничего не бывает поздно. Вот ты сама помнишь тот момент, когда тебе они поставили эту песню, и ты поняла, что вот эта песня будет твоей, эта песня как бы станет, не знаю, твоей главной песней на сегодняшний день. Ну, дело в том, что Виктор Дробыш не был на этой фабрике, то есть он не присутствовал, а у меня уже был с ним контракт, и это была такая подпольная у нас организация. Его в последний момент почему-то вот убрали из состава, он должен был быть продюсером этой фабрики, и в последний момент его, по счету, сняли, кому-то он там дорожку перешел. А контракт у меня уже с ним был. Вот, и я была номинирована самой последней, я это очень хорошо помню, потому что я очень мешала, там было два продюсера, Фадеев и Матвиенко, и я им была не нужна по объективным причинам, потому что у меня был контракт с Дробышем. Но в то же время я очень много пользы приносила проекту, потому что все общие песни, все там 150 партий в любой песне, в каждой песне, в концерт, те писала в студии я. Женский вокал, да, вот там, например, нужно, типа, мы все поем. Не будет же каждого человека в студии писать это. А я заходила и пропевала все эти партии. Там же поющие у вас девочки и Вика Дайнека, и Юлька Караулова. Ну вот, значит, были, с кем обычно писалось, да, вот самые востребованные, именно вот для такой вот этой, как сказать, бэковой работы, можно так назвать. Я, Миша Веселов, Вика Дайнека, Юля Караулова, все. Ну там вот Кукарская была Лена, там Ирсен Кудякова, вот эта Балакирева, Саша. Они это не делали, да, они просто участвовали в своих сольных номерах. Ну про Мигеля я, конечно, молчу, он, в принципе, не очень поющий был, танцующий был. Да, он очень танцующий, да, да, да. Ну вот, поэтому, и они все никак не знали, как меня слить. Меня нужно было слить. И как-то так раз, и я до конца проекта дожила, и еще и третье место заняла. Да, и была номинирована, среди ребят уже кто-то по два раза был номинирован, а я самый последний, и вот слить меня не удалось. И ты, получается, единственная участница, у которой был уже какой-то контракт на стороне. Да, 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 и даже вышел альбом у меня, я вот не помню, сразу после фабрики или еще в течение фабрики. А как так получилось, все, кто приходил на фабрику, должны были подписывать контракт? С первым каналом. Да, с первым каналом, соответственно, о том, что вот на протяжении, там, по-моему, 5-7 лет, да, ты... Нет, 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 это не то. С первым каналом, я уже не очень помню, но, по-моему, там подписывался контракт на время вот этих съемок и на какую-то гастрольную вот дальше деятельность. А с фабрики, например, который... А у меня был уже этот контракт и продюсерский контракт, вот он был на 5 лет. Да, но продюсерский контракт был с Дробышем. А как тебе позволили подписать с Дробышем, а не с каким-то другим продюсером? Ну, а, как? Не знаю, как-то. Как-то договорились, видимо, смотри, по блату. Нет, 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 ни по какому не по блату. Я говорю, он должен был быть там продюсером. А поэтому, видимо, из-за того, что уже были договоренности какие-то, они как-то там учли? Я эту историю, конечно, не помню, почему, но было два договора, это точно. Так, песня «Поздно». В какой момент, как ты ее услышала и в какой момент ты поняла, что это будет хит? Да сразу, видите, она была записана, ну, вот во время фабрики, где-то там, как шел проект. Ну, как вот он принес ее? Вот он пришел к тебе и сказал, Наташа, у меня пипец. Причем, да, причем Витя, он же, ну, он музыкант, и он не просто там со стороны смотрит, он участвует в процессе создания аранжировки. Он, например, вот это «Поздно». Вот это он, вот что это, поется так. Вот не «Поздно». Вот не так, а вот надо «Поздно». Вот с таким падением ноты. Как красиво. Понимаешь, слишком «Поздно». Вот с таким падением ноты в конце. «Жертвенным огнем своей души». Я эту песню могу с закрытыми глазами ночью. Разбуди меня и спеть, конечно, да. То есть он продюсировал вокал. Просто я росла на этой музыке. Я уже говорила, мы уже посмеялись с Наташей, что мы как бы ровесницы, но, собственно, я-то была зрителем и смотрела «Фабрику». Конечно, я помню все эти песни. Это был чудесный период жизни. Это было так давно и так недавно. Слушай, ну ты, кстати, одна из немногих, но Юлька, собственно, тоже, да, Караулова. Она как-то очень позитивно отзывается об участии в проекте «Фабрика звезд» и считает, что это действительно большой был шанс такой и большой старт для карьеры. Но не все участники «Фабрики» так же, как вы, отзываются о ней. Ты понимаешь, очень многим, наверное, она немножко сломала судьбу «Фабрика», потому что не всех же ты помнишь. Ты общаешься с кем-то из участников вашей «Фабрики»? Я общаюсь с Юлей, как ты уже поняла. Иногда мы с Мигелем там перезвонимся или где-то там увидимся. Его я обожаю. Миша Веселов – участник группы «Новые самоцветы» Буцины Маликовой. То есть он тоже, в принципе, концертирует, гастролирует и ведет творческую жизнь. Общаюсь. Ну, с Викой Дайнека мы видимся периодически. Ну, а все-таки вот «Фабрика звезд» – это хорошо или это все-таки не очень хорошо? Это круто. На тот момент, это вот были 2000-е, начало, конец 90-х, 2000-х. И очень много появилось фанерных групп, которые с длинными ногами и шикарным бюстом пели такие песенки. Это были хиты, все любили, все, ничего не могу сказать. Но не было голоса. А потом появилась «Фабрика», и появились голоса, появилось живое исполнение, появилось. И, ну, появилась радость для уха. Была такая музыкальная революция. Я помню, что такие уже артисты постарше тогда очень стали волноваться за свои ниши, за свои… Сейчас-то мы вообще не успеваем запоминать имена так много всех, и крутых, и талантливых, и не очень талантливых разных. Мы об этом еще поговорим с тобой, это отдельная тема. Да, но вот времена вот этой «Фабрики» – это была революция. Слушай, ну вот жаловались девочки на то, что как-то к ним плохо относились, все там муляж был, нельзя было там уединиться нигде, еды не было нормально. В общем, много было всяких моментов, которые как бы многих из вот этих участников, да, они измотали. И вот как-то многие психологически после этого вышли с травмами, с тем, что вот… Ну, это очень жаль, это просто, это очень индивидуальная история. Вот кто посильнее, у кого стержень покрепче, тот этого не помнит. То есть у тебя только хорошие воспоминания связаны с «Фабрикой»? У меня были первые две недели, когда я прорыдала. Почему? Потому что, ну вот опять же, потому что я была не нужна, я была, знаешь, как такая птичка, залетевшая в последнее окно, открытое, и ребята ко мне не очень хорошо относились, потому что… Они считали, что ты по блату там… Да, 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 да. Между прочим, с тех пор у меня очень большое убеждение. По блату это совершенно не значит, что без таланта. Можно, таланту нужно помогать, и блат таланту… А бездарности сами пробьются на самом деле. Вот, поэтому если по какому-то знакомству или по блату, как говорят, это не значит, что человек не талантлив. Совершенно ему просто помогли. Вот на меня посмотрите. Да, поэтому я первые две недели прорыдала. Я просто была тише воды ниже травы, и вот тогда мне было психология. Меня подгнабливали немножко, да. То есть булили. Да, и товарищи мои, да, и вот наши продюсеры. Ну, Матвиенко, кстати, меня не трогал, он очень интеллигентный, хороший человек. Вот, а остальные так меня потаптывали немножко. Ну, короче, я не далась. Я реализовалась пока, вот чем я довольна, как жена. Я реализовалась как мама. Это тоже был большой очень пункт родить, потому что у нас долго не получалось детей. Ведь Тёма появился через 10 лет только после того, как мы познакомились. И теперь я все эти галочки, как бы они у меня имеются, и мне очень хочется теперь полностью реализовать себя как творческую личность. Но это сделать очень-очень сложно. Это вот сейчас, вот в наше вот это время, когда такой большой бег, когда так много появляется всех, и ты даже не успеваешь отследить. Вот я человек Инстаграма, и вот этот ТикТок, мне так сложно сейчас, и я туда даже как-то не особо лезу. А ТикТокеров и их имен такое количество, что вязнешь, просто не понимаешь. Слушай, ну с ними же можно коллаборироваться, как вот Мюша, например, делает. Она как-то после родов, по сути, да, тоже выпадала на какое-то время, но потом она как бы решила вернуться на сцену. Вот ты видишь, говоришь, выпадал. Самый большой артистический страх после родов выпасть. Спасибо пандемии со вторыми родами. Да, да, правда, пандемия всех спасла, на самом деле, когда ты думала, что ты, да, тех, кто рожал именно в пандемии. Ты ничего не упустила в этот момент. Потому что в этот момент все были на стопе. Ну ты понимаешь, я просто надеюсь, что все равно вернется старая добрая песня, когда вот наиграются люди со всеми штучками, и захочется подумать. У нас сейчас такая тенденция, что совершенно, под музыку же, помнишь, раньше страдали, под медленные песни. Сейчас же тоже, наверное, есть такие песни. Не знаю, тупают ножками только. Ну знаешь как, вот мы, например, с Сережей Лазаревым как раз обсуждали эту тему, потому что он очень против ТикТока. Ну в каком плане? Он говорит, я считаю, что это все фастфуд, да, вот эта вся музыка, которая там производится. То есть она надолго не останется в сердцах, там, в головах миллионов. Говорит, я делаю ту музыку, за которую мне не будет стыдно через 10 лет, через 20. И вообще в целом я хочу, чтобы там моя музыка, она на все времена была. Вот, и по сути, мне кажется, то, о чем ты сейчас говоришь, это как бы то же самое. Абсолютно точно. Старая добрая песня, чтобы всплакнулась, чтобы что-то... Вообще, я считаю, что музыка и запахи, это две самые ассоциативные вещи на свете. То есть ты когда слышишь какую-то песню, ты вспоминаешь, под эту песню у меня было такое событие. Вот это очень важно. А это сейчас потеряно как раз за количеством, выпуская моих песен и этих имен. Вот ты не успеваешь даже зацепиться. Ну, у тебя, кстати, вот эта песня же, новая твоя песня, в принципе, такая. Да, она, в принципе, такая. Я тоже пытаюсь быть в тренде, в моде и как-то... Я очень ищущий в творчестве человек. Потому что еще у артиста есть такая штука, когда, ну, ты долго-долго поешь, что-то делаешь, то ты немножко сам от себя устаешь в какой-то момент. А чтобы обрести что-то новое, ты должен сменить аранжировщика, композитора. Нужно все время искать, от кого-то заряжаться, питаться, пить чью-то кровь, энергию и вдохновляться. Вот я этим постоянно пытаюсь заниматься. Поэтому вот эта новая песня... Это тоже что-то новое для меня, что-то модное. Знаешь, у меня еще после родов такая переоценка произошла саму себя. Я из такой скромницы все равно немножко как-то выкарабкалась. Я в себя поверила больше. Я там перестала стесняться своего тела. То есть ты когда-то стеснялась, вот хочешь сказать? Я носила только длинные юбки. Мне было некомфортно в коротких. Наверное, я стеснялась. Это до какого возраста? Потому что я помню твои... Вот прямо ровно до 2015 года. Подожди, но у тебя были выступления в каких-то нарядах? Это точно после 2015 года. Подожди, но на Евровидении ты была в таком каком-то... Кстати, да, на Евровидении. Там у меня стилист. У тебя было такое, я помню, какой-то купальник. Да-да-да-да. Там какая-то какие-то... Да, юбка какая-то была. Красивый был наряд, да. Но это как бы мне сказали, вот ты выступаешь в этом. Я была на контракте. То есть это была не твоя инициатива, это просто тебе сказали, и ты сделала. А так тебе самой было в таком наряде некомфортно? Ну, как-то да. Ну и вот эта песня, ты этой песней хочешь заявить, что ты поменялась. Заявила, мне кажется, я уже давно, потому что у меня тоже было такое... У меня вышел альбом год назад. Плач, который. С мягким знаком. Да-да-да. Да-да-да. Глагол. Да-да. Да, и если его прослушать, то там всего две медленных песни, а все остальные песни танцевальные. Время такое. Мне тоже один журналист, одна журналистка... Извини, вот про тот альбом. Но все-таки тот альбом все равно, он похож на Наташу Подольскую. То есть он не другой. Вот как раз он не похож. Нет, вот не похожа песня «Бой». А вот тот альбом все равно, он может быть не похож... Но он все равно мелодичный. Он все равно какой-то танцевальный, но он все равно с вокалом. Там какие-то тексты. Да, ну я к тому говорю, но сейчас же модно. Ну как бы вот такой стиль сейчас. Или как этот Даня Милохин с Басковым, понимаешь? Он там что-то гремит, трещит, там этот... Ай, Баска поет. Какой-то такой сейчас стиль моден. Или как роли на руке. Сейчас вот это в моде. То есть, а у тебя все равно там и лирика есть, и ты там поешь, и мелодия. Ну как бы все, как бы все равно такое вот... Я надеюсь, что в гонке за модой и трендами и так далее я не уйду в междометие. Мне бы очень этого не хотелось. Кстати, хорошая фраза такая. Ну а ты не планировала делать какой-нибудь дуэт с кем-нибудь из тиктокеров или начинающих молодых артистов? Кто-нибудь к тебе обращался с предложением? Нет, ко мне никто не обращался, а чтобы я обратилась, мне нужно их знать. А я их не знаю. То есть ты даже не знаешь, кто они? Ну вот Даня Милохина, да, я знаю. Ну а ты, ну потому что из-за Баскова ты, наверное, знаешь, увидела у Баскова, наверное, какой-нибудь, да? Я знаю, что он бедный мальчик, потерянный без родителей, да, это вот все. Потом они раз и объявились, да? Ой, слушай, я, я, я вообще открытый человек. Я очень люблю эксперименты и с удовольствием бы поэкспериментировала. Так, ребят, что вы сидите? Вы должны срочно связаться с Наташей Подольской. Она готова на эксперименты, готова на какой-нибудь интересный фит с каким-нибудь тиктокером классным. Если ты классный тиктокер, вот пиши. Да, бред. Только не междометия. Только не междометия. Как бы Наташа не планирует там петь, но споет просто где-нибудь на бэке красиво как-нибудь. Ты знаешь, я бы скорее хотела бы спеть с дуэтом с кем-то уже сейчас, вот с кем, кто мне нравится. А кто тебе нравится? Мне очень нравится Полина Гагарина, мне очень нравится Ира Дубцова. Мои подружки. Это ты опять сейчас называешь вот это вот все? Мои, да, мои. Да. Ну мне с ними интересно. Они уже состоявшиеся большие артисты. Представляешь, какой бы мог дуэт был быть классным? Так, а почему Полина и Ира? Востребованы. Почему вы сидите? Почему вы еще не поете вместе дуэт с Наташей? С Сашей Ревой не смогла его уговорить. У него так много всего. Песня даже была, мне отказал. Саш, ты чего? Саш, ты чего? Вообще. Вова тебе разрешит, если ты захочешь с мужчиной спеть? Сейчас уже разрешит, но у нас был такой с ним такой уговор, что он не поет с девочками, я не пою с мальчиками. Ага, да? Почему? Ну все же песни о любви. Ну ладно. Ну все песни о любви. Прям все, когда поют дуэты. На тот момент, когда мы так условились, точно было. Вот сейчас уже модные песни такие хайповые, быстрые, там вот с междометиями, там не до любви. Да, сейчас уже можно. Я считаю, что ему лучше ни с какой женщиной не нужно петь, а вот мне можно. Вот так вот, я тоже так считаю, тебя поддерживаю. Ты говорила несколько раз в интервью, что у тебя Володя, он любит поспать с утра, и чаще всего не завтракает с вами. Да, ночной дожор. Никак не могу побороть эту привычку, вот уж где не зож. Совсем. Полный зож. Слушай, ну мне кажется, что вот есть просто категория людей, или там мужчин, женщин, неважно, которые действительно как-то более продуктивны в ночи. То есть они прям живут так всю свою жизнь. Ну вот, тем более. Всю свою жизнь с юношества, ночная жизнь, концерты вечерние, ночные, еще во времена казино, вспомни, там концерты начинались, час-два ночи. Сейчас-то казино нет, а образ жизни остался. Поэтому у Володи очень ночной образ жизни, я себе такого позволить не могу. А такого не бывает, что среди ночи к вам приходит, например, Тёма? Нет. Ну вы же, как бы, к вам ребенок отдельно воспит, да? Отдельно, в своей комнате. В своей комнате, а он не просыпается среди ночи и не приходит к вам, или там под утро будет? Очень редко. Слава Богу, очень редко я за это боролась. А вот как, расскажи мне, потому что очень важно. У нас, во-первых, у нас дети спят с нами. Во-вторых, да. Вот да, я все делаю не так. Ни за что и никогда не отдам своим кровать никому, кроме Вовы. Нет, это... Кстати, у меня это была принципиальная позиция с самого начала. Во-первых, я обожаю свою спальню. И у нас с Вовой отдельное такое вот времяпровождение, очень ценное, которое вот мы безумно любим, это вот залезть в постелечку и посмотреть киношечку. Это просто вот, ну вот надо каждый вечер желательно. Не всегда так получается, но хотелось бы. Поэтому никакому Тёме, никакому Ване мы свою спальню до конца не отдадим. Тёма спал с нами до года, как сейчас делает Ваня. И ровно вот в год я его вместе с кроваткой отселила в его собственную комнату. Я бегала. Я бегала к нему. А, то есть ты в ущерб своему сну, по сути, да? Потому что тебе нужно встать, дойти, покормить. Да, да, да. Ну, видео няня есть. Ночь всегда на мне. Я никому не отдаю ночь. Вот у меня такая же схема, но я просто такая ленивая, видимо, что мне проще, чтобы рядом лежал. Как бы ты вроде покормил, положил обратно и дальше спишь. Светка, кого я сюда пускаю, но мне она так нравится. Ой, какая классная комната. Это святая святых. Это спальня Натальи Подольской. Не только. И Владимира Петникова. Ну ладно, я уже как бы начала с тебя, ты как женщина. Да, да, да. Так, ну что? И Ванечки на сегодняшний момент. И Ванечки. Какая хорошая кровата. Вот, это кроватка, в которой спал и Тёма. Она у меня схоронилась за пять лет, никуда не делась. Вот такая кроватка. Конечно же, вот это потрясающее место, на котором никто не сидит. Ну просто это для вдохновения, да? Да, да, да. А вы, кстати, на третьего пойдёте? Значит, так тебе отвечу. У меня была цель и задача два ребёнка. Вот это просто вот умри, но ты должна иметь двое детей. Так я говорила себе. Эта галочка стоит, и дальше я не буду прикладывать сил. К этому я прикладывала усилия, к этой галочке. Дальше я вот как вот Бог даст, так и будет. Будет третий, прекрасно. Не будет, меня устроят мои два. Мои оба два. Да. У меня эгоистический немножко подход к ситуации. Я рожаю себе на старость. Их. Чтобы я, когда буду старенькая, чтобы они за мной ухаживали. Ванюша. Пришёл с прогулки. Мой ленький, мой ребёнок. Вот тоже так удобно, загородная история, когда всё рядышком. Ты такой вкусненький. Привет. Привет, мой солнышко. Верёй, твой мой котёнок. Моё сокровище. Моё сокровище, Балтушкино. Так, ну сейчас будет кормёжка, да? Да, сейчас мы его покормим, и будем дальше с вами разговаривать. Расскажи, как ты так похудела, потому что родила буквально полгода назад. И просто уже, ну ладно, пять месяцев назад, и уже просто вообще сдувает ветром. Ты сколько, во-первых, набрала за беременность? За эту беременность я набрала 12 килограмм. Немного, да. Вообще немного. Но эта беременность у меня протекла морально намного хуже, чем первая, потому что мой большой живот, низкая попа, целлюлит. Целлюлит у тебя? Ну, беременный, да. Он как раз пришёлся на летний период. Вот, понимаешь? Тёма июньский, и я зимой такая вся проходила. А тут я надела купальник, посмотрела вот на это всё. Мне было так грустно, это мне морально было очень тяжело принять. Да, я очень сильно хотела похудеть. Хотя всем своим подружкам всегда говорю, дайте себе три месяца. Три месяца кровь из носа дайте себе на этот период, когда вы будете приходить в форму. Это в лучшем случае. Кто-то говорит, что 9 месяцев набираешь, 9 месяцев, типа, приходишь в себя. Ну, я говорю это, ну, у меня вот в основном девочки мои такие же стройненькие, как я, и действительно, вот месяца три. У меня заняло 4 месяца, я активно кормлю, и у меня вес и с Тёмой, и с Ваней просто в минус уходит, и я, к сожалению, потом его не удерживаю. А, то есть ты сейчас, значит, пока кормишь, ты вот в минусе, а потом как бы возвращается твой как бы нормальный стандарт. У меня сейчас экстремальная просто худоба. То есть ты сейчас в экстремальной для себя такой форме, да? Мне дико нравится, но потом килограмма два вернется. Два, вы понимаете, да? Ну, может, неприятный человек тут просто рядом стоит. Ну, извини. А какой у тебя сейчас вес? 51,5-52. Блин. Просто у меня 172. Это правда экстремально. Ты говорила где-то, что ты не взвешиваешься. А теперь, знаешь, взвешиваешься. Всё, мы поймали. Пока я так вешу. Пока можно. Пока приятно смотреть на цифру. Да, очень. Да, да. Я когда увидела 51,5, у меня просто глаза упали на весы. И я такая, аааа, ура! Знаете, как приятно. Вот реально сейчас нас, правда, могут захейтить за то, что мы с тобой сейчас обсуждаем, что как бы это приятно быть худым. Поэтому мы не будем углубляться в эту тему, а то я боюсь, что сейчас мы соберем кучу разных комментариев нелестных. Но в целом, конечно, когда ты себе нравишься, когда ты видишь себя, не знаю, в какой-то форме, которая тебе нравится, а не окружающим, вот это даёт такой уверенности, правда? Очень большую уверенность. И я потихоньку в спорт возвращаю, в свою жизнь. Кстати, занимаюсь дома. Дома мне моя сестра подсказала, сейчас же очень много мастер-классов и всяких программ по интернету. Я просто на большой телевизор включаю, я купила такую программу, пилатес, коврик, лента, фитбол. И этого хватает, это абсолютно всё. И вот с помощью пилатеса очень гармоничный выход из родов. Сейчас Евровидение, это такое большое событие. Мне кажется, вот там 15 лет назад, когда ты там принимала участие, мне кажется, ну не было такого большого резонанса. А мне кажется, наоборот, тогда было более резонансное, чем сейчас. Возможно, я сужу, потому что сейчас есть соцсети, и в соцсетях ты можешь читать, реакции, информацию получать. А тогда был только телевизор. Если ты не смотрела этот телевизор, ты пролетел. Ты пролетел в Евровидении. Так вот, получается, тебя выбрали. Кстати, там, по-моему, на втором месте был Билан. Да, да, да. Ты его обошла даже. Вот. Это огромная ответственность. Вот что ты почувствовала, когда узнала, когда тебя объявили, что ты, Наташа Подольская, едешь на Евровидение? Ну, все было очень логично, ведь только-только прошла фабрика, это был Новый год, вот закончился проект, а отбор на Евровидение был весной, то есть сразу же. И вполне логично, что меня выбрали зрители, потому что там тоже были вот эти неприятные инсинуации, типа, все по блату. Это было мне так неприятно. Если даже и был блат, то я этого, конечно, не знала, мне об этом никто не говорил. Вот. Но на Евровидении случилось 15-е место. Это было для меня просто землетрясение. Это для меня была катастрофа, это был огромный стресс, я жутко рыдала, плакала. Потом мы с Витей и Дробышем эту тему много раз обсуждали. У нас была не та песня. Мы с ним оба решили, мы с ним оба пришли к этому мнению. Мы успевали по срокам, там есть определенный срок, чтобы песня не звучала ранее, чем там за три месяца до конкурса. Мы могли ехать поздно. Просто сделать текст на английском языке. И он был этот текст. Тогда бы, наверное, выступление было бы более успешным. Ты считаешь, что эта песня просто как бы... Песня имела социальный посыл о жестокости людей, мира, о том, как наши дети повторяют за нами, и там, если помнишь, там в клипе девочка брала пистолет, оружие в руки, да, о том, что вот нет насилию, надо нам задуматься всем. Вот такой социальный контекст. То есть это сейчас, кстати, мне кажется, даже было бы более актуально. Более актуальная тема, да, чем тогда. Тогда никто вообще не понял, о чем, для чего и зачем. Просто такой рок. А кто выбрал эту песню? Витя, Витя, да. Ну как-то тебя разносили в прессе? Разносили, конечно. Да и как уж я сама себя разносила. Ты даже представить себе не можешь. Для меня это было очень-очень большим ударом. А как ты из этого выбиралась? Выбиралась, выбиралась. Мне Витя помог. Мне вообще Дробыш очень сильно помогал. Я ему за все благодарна. Он всегда меня очень сильно поддерживал. Вам приписывали с Витей роман. Правда? Да. Писали о том, что у вас роман, даже есть такие видео, где он там как-то тебя очень нежно держит, обнимает. У нас всегда были очень теплые отношения. И когда мы же закончили контракт, до его окончания, вот просто я встретила Володю. И вот он из рук в руки меня, что называется, передал. Он сказал, что, ну, Володя такой талантливый, чего уж тебя на контракте держать. И мы с ним, с миром разошлись. Роман у нас не был. То есть он тебя легко отпустил? Очень легко, да. И отдал мне все песни. Он мне отдал сайт. Он мне отдал все фотосессии, все фотографии. Он мне просто отдал все. Бери, пользуйся и живи. И это не каждый продюсер на такое способен. Я считаю, что ты просто супер благородный. Да, потому что про него тоже разные ходят слухи. И вот с Амбурской у них сейчас конфликт. И она как раз говорит о том, что он там как-то с ней очень плохо поступает. Со мной он очень хорошо поступил. Вот просто большое-большое спасибо. А как тебе выбор этого года, Манижа, которая едет на Евровидение? Ну, Манижу я знаю, да. Я знаю, что очень успешная, нератируемая певица, которая, тем не менее, собирает залы. И очень интересно посмотреть, что из этого выйдет. Я смотрела песню Russian Woman. Ну, кстати, тоже очень социальный посыл у песни. и о свободе женщин, да, о том. Посмотрим. Пока у меня нет мнения. Ну, ты видела, по крайней мере, ее выступление. На отборе видела, да. Как ты считаешь, оно может стать для нее победным? Вот прям вот победным, думаю, нет. Ярким, эффектным, эмоциональным, социальным, да. Это комната, в которой вот именно в такой рос Тема. Вот это его комната. И вот так свезло, так повезло, вот так Боженька устроил, что не пришлось делать заново детскую. Вот мы только, вот только пришел, ему 6 лет будет Теме, и все, я уже ему пацанскую должна была такую комнату организовать. Нужно было сделать ремонт. Но ремонт мы сделали в другой комнате. Ты изменилась вот именно с появления второго ребенка? Или же... Ну, все стало намного проще. Намного проще. Я стала спокойнее. Ребенок у меня поэтому спокойнее. К этим бессонным ночам я готова. Да, я не сплю. Я встаю там 4-5 раз за ночь. Но я нормально к этому отношусь, потому что с Темой я просто, я офигевала. Я не спала. Это меня сводило с ума. Я досыпаю утром, потому что есть няня. Я утром отдаю где-то около 9 утра. Тема вот уходит в садик, няня возвращается. Я отдаю малыша и иду еще часа 2 до 11, до 11.30 я досыпаю. Меня это очень спасает. Вот наш шкаф. Все, конечно, Темочка клеил. Здесь всякие свои. Здесь уже ванечки. На этом мы готовимся к нашему первому отпуску. Да, ограбила 3 магазина. Немножко с перебором. Это вообще мамаша, которая скупает всю одежду. Ты знаешь, да. Я тоже. Я прямо, мне кажется, все свои деньги трачу на детей. А вот это вот... Я понимаю, что мне даже не прикольно покупать себе так, как прикольно детям. А мне себе тоже прикольно. А вот эта вот полочка, это все ванина, что просто очень минимальное количество раз было одето им. И это все уезжает, знаете, кому? Жду с чемоданами буквально на днях Юлечку мою караулю. А, да, кстати. Я сказала, не покупай ничего. Не трать на это деньги. А ты вообще строгая мама? Как у вас распределены роли? Добрый полицейский, злой полицейский? Даже не знаю. Я пытаюсь быть строгой. И иногда я строгая, да. Но, конечно же, мне иногда не хватает... У меня же два мальчика. Не знаю, как у будет Вани, но от Темы мне не хватает тактильности. Мне хочется его там зажать, поцеловать. А его целуешь, он вытирается. Типа слюни. Это он стал так делать позже? Ну, раньше, наверное, не делал. Ну, да, где-то после трех. Черт. Да, да, да. И мне хочется его пообнимать, немного поцеловать. Могу только безболезненно вот его сюда целовать, там он не вытирается, и в макушку. Но останавливаю его. Ему некогда. Нельзя его обнимать и целовать. И знаешь, что самое ужасное? Что когда вот он ударяется, ему больно, он плачет, мне так становится хорошо, потому что это те моменты, когда я могу, вот он может сесть, меня обнять, и у меня есть вдоволь, да, времени, вот его наобниматься, нацеловаться, и вот такая вот история. Что они, да, начинают подходить, такие, я ударился. Показывает, несет, да. Ну, а ты вообще в целом как себя можешь охарактеризовать все-таки? Я очень ласковая мама. Очень. А строгий у вас с Володей, получается? Володя тоже очень ласковый, но больше всего мы боимся папу, это наш самый главный авторитет. Вот что папа может сделать? Самый страшный. Угол поставить, ремнем пригрозить. У нас, значит, фишка такая, конечно, Тема ремнем никто никогда не бил, но, значит, мы ему предлагаем или в углу постоишь, или ремень там, или три удара ремнем. Он выбирает угол, но он всего пару раз стоял пока. Вот что, блин, это за тема с углом? Не понимать. Меня тоже в детстве угрожали. А он так устаривается. Ну что там такого? Ну, построчу. Все, вот я тебе, вот хочу сказать, у меня травма из-за этого вонючего угла, потому что мне в детстве все время говорили, сейчас встанешь в угол, и какой-то это был позор, вот стоять в этом углу, это типа позор. Да. Но у меня теперь, вот всю мою жизнь, как бы вот этот вот угол в моей голове, он какой-то уже, знаешь, обрел какие-то другие краски и формы. Я понимаю, что вроде в нем ничего страшного не было, но этот угол, этот символ какого-то позора. Позора, слушай, ну... Вот почему вот, почему в нашем детстве придумали этот угол? Володя же тоже примерно, ну мы все ровесники, ну понятно, чуть старше, но это все равно другое чуть поколение. Сейчас, мне кажется, так уже, ну молодежь, вот те, которые там... Углом не стращают. Ну да, типа в 20 лет, тем, кому 20 или 18, если вдруг рожают... Они не стояли. Мне кажется, они уже не стояли в углах и вообще они не будут своих детей так вот наказывать. То есть у них какие-то другие, видимо, методы будут воспитания и наказания, но не такие. Ну вот сладкого его лишать, он, ну ладно, и на него это так не работает. То есть угол самое страшное для него? Да, для него сейчас угол и ремень это самое страшное. Ну ремень это страшно на самом деле. Да, ремень, я не согласна, что страшного в угле, вот позорно, но он два раза стоял в углу. То есть это такой угол существует, но в нем не стоят особо. Да, да, да. Два раза он стоял. Вот первый раз он просто очень сильно обидел няню, и она прям пунцового цвета была. Вот поставили в угол, он рыдал, рыдал. Это когда с кефиром, да, вот эта история была? Да. Вы рассказывали на... Ты рассказывала на программе у Леры Кудрявцевой. Да, да. Я, конечно, чуть пережила этот угол, он очень плакал. А второй угол вот совсем был недавно, кстати, за то, что он вот в этом шкафу в 8 утра уходя в садик закрыл Басю. И обнаружила я эту Басю в этом шкафу в 4 часа дня, когда я была дома, у меня какие-то были дела, там звонки. Я не думала о ней. И вдруг в 4 часа примерно я понимаю, что я не вижу собаку. И 3 раза я сбегала сверху вниз, позвонила на КПП, у нас пропала собака, потом побежала еще раз, и она стала скрипстись. И вот за этим Тема был наказан. Он сознательно ее туда специально, вот так он игрался. Ну, он потом понял, что так делать нельзя. Теперь благодаря углу понял точно. Я знаю, что тебя в твоем детстве папа тоже наказывал, да? Ты несколько раз рассказывал. Да, очень сильно, да. Но это прям на тебя как-то в дальнейшем сильно поверяло? Нет, нет. Ты знаешь, я росла с ощущением от папы, что я тупая, что я дура, что я... Ну, вот эти все вещи, да. Ну, вот такой был папа. Хотя все равно мы любили друг друга у нас, и мы его... Но мы его очень боялись. Он был безумно строгий. И за четверки нас наказывал. Вот. А тройка это... Вот. Как наказывал? Ну, как-то наказывал. Орал очень сильно, оскорблял. Прям тяжело. Ну, тяжело. Так больше в словесной форме наказания были? Не только. Он нас и так постукивал, конечно. Но мой брат очень сейчас обижается Андрея, если я об этом говорю, поэтому я не буду много об этом говорить. Его это очень сильно задевает, потому что папа умер, когда брат в школу отправлялся, то ему было 7 лет, и он этого, ну, не знал, не было с ним так. У нас разница с ним в 17 лет. Так, может, папа уже через столько лет по-другому смотрел на воспитание? Не знаю. Мы не жили вместе. Я не знаю. Ну, как он обращался с Андреем, неважно, просто ему это неприятно, и не хочу ему травмировать. В общем, папа был строгий, но меня это, мою детскую психику, это как-то не подломило. Я просто открыто это признаю, я об этом говорю, я, ну, как бы, такой факт биографии моей есть. Ну, на самом деле, ты одна из немногих, кто об этом говорит открыто, ну, я имею в виду из публичных людей, обычно все скрывают, что там такая ситуация. Видишь, тогда вот в те времена, вот в эти еще советские, как почему-то вот это было нормально. Там воспитатели орали на детей в саду, учителя, вот видишь, били, это как-то было безнаказанно, это было нормально. Могу только сказать, что детей нельзя бить ни в коем случае, ни ремнем, ни руками, ни ногами, просто ничем, ничем. Пригрозить, вот, папа ремнем, я считаю, что в случае с мальчиком иногда приходится. У тебя был строгий папа, а мама была очень теплая. Вот расскажи немножко о том, что, как тебе кажется, самое главное, чему тебя мама научила, или, может быть, какой-то совет, который самый важный для тебя она тебе дала. Мама вложила нам с детства, что нет никого дороже, чем сестры, вот мы сестры друг у друга, что мы самые родные, близкие люди, потому что в детстве, конечно, бывало всякое, мы даже с Юлей дрались, мы делили подружек, мы там делили вещи и очень-очень жестко ссорились, как это бывает в детстве. Но, несмотря на все это, вот она сумела в нас вложить, она и папа, что вот роднее и ближе никого нет. И на сегодняшний день это так. Ты говорила также, что у тебя родители развелись, когда тебе было 13 лет, ну, вам было 13 лет. и часто говорят, что это действительно большая травма для ребенка, особенно для девочки, потому что, ну, девочке очень важно, там, присутствие ее отца в ее жизни. Как это? Не в моем случае. в твоем случае наоборот, да, это как-то пошло на пользу. Мы благодарили маму за то, что она это сделала. Мама очень переживала как раз, что скажем ей, мам, зачем же ты это сделала? Все наоборот, исчезла вот эта железная папина хватка, вот эта вот жесткость и такая вот часто несправедливость, особенно для девочек, которых нужно хвалить, говорить, какие они прекрасные, самые лучшие, и особенно от родителей. Ты знаешь, самое интересное, что вот сейчас, как родитель, и даже не как родитель, а вот я, вот какая я сейчас, я в каких-то моментах благодарю отца за такую жесткость, потому что во-первых, он воспитал во мне стержень, наверное, благодаря этому есть стержень внутренний. Во-вторых, то есть ты считаешь, что это все-таки воспитывается, или это все-таки заложено в человеке вот с рождения? Мне кажется, характер все-таки это заложен. но закалка жизни, она происходит. Просто, да, без заложенного стержня кто-то эту закалку выносит, а кто-то нет. Ну, в общем, мы очень радовались разводу, и это как раз пришлось вот на наш 12-13 лет, когда тинейджерство началось, и вот этот переходный возраст, и их развод, развод родителей расслабил нас, и у нас этот, между прочим, период из-за этого сгладился, вот этого спора вечного с родителями. Мы просто вырвались из дома, у нас появились подружки, мы стали гулять на улице, красить губы, ногти и так далее, мы вот, а нам это все запрещалось. А ты вообще была бунтаркой в подростковом возрасте, нет? То есть ты не уходила из дома, ничего такого? нет, наоборот, ты что? Я же говорю, нас родители развелись, и мы почувствовали себя свободными. Мама, она всегда была другом, она всегда поддерживала, и просто это было незачем. Маме не нужно ничего было доказывать, она и так всегда была за нас. А работать-то пошла так рано, потому что ты хотела деньги зарабатывать, хотела независимости, или почему? Что не все идут в 17 лет работать и даже раньше. Видишь, так как я работала певицей, а это то, чем я желала, хотела и мечтала заниматься всегда. Это даже как-то было странно расценить, как работа. Это было мое удовольствие. И очень большая гордость. Я очень гордилась тем, что с 17 лет я перестала брать деньги у мамы, и я полностью была на самообеспечении. А мама гордилась тем, что ты работаешь сама, что ты, значит, выступаешь уже, работаешь на ресторане? Я думаю, что, конечно, гордилась. Но она как-то ее не смущало, то, что ты в 17 лет работаешь в ресторане, куда приходят всякие мужики, сидят, курят, на тебя смотрят, алкоголь, все дела. Ну, видимо, ее не смущало, меня тоже не смущало. Мы классно пели, как-то люди приходили даже послушать. Но никаких не было там прецедентов? Нет, никто ко мне не приставал никогда. Ни в одном ресторане, в котором я работала. Друзья, мы приехали в Тодес. Да, вы правильно услышали, Тодес. Мы делали недавно интервью с Аллой Духовой, кстати, можете его посмотреть на канале. Но мы здесь не просто так. Сегодня мы приехали сюда, чтобы смотреть, как тренируется Артемий, сын Наташи и Володи. И они вот-вот должны сюда подъехать. Мы их сейчас ждем. Наташа забирает Артемия из садика и привозит его сюда. Сама хочу отметить, что не все это делают сами. Обычно у многих няни этим занимаются, но Наташа любит приводить своего сына сама на тренировку. А мы уже здесь. Как-то Артемий не очень рад. Привет. Но он, наверное, сниматься не хочет. Привет. Привет. Ничего, что мы тебя тут немножко побеспокоим? Такое деловое. Очень деловое, я вижу. Ты из садика только что. Здравствуйте. 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 Верия. Молодец. Прям проверка. Можно нам тоже, раз уж так. Все, пошел. Мама не нужна уже, ну как бы я сам пошел. Самостоятельный парень, уже взрослый. Ничего, что мы сейчас зашли и тебе тут мешаем? Скажи, куда мы приехали, Тома? Тома, это вообще мне очень нежно. Я не хочу. Глаза не хочет, значит не будет. Ты готов? Мама, можно распутать? Распутать? Давай. Ты с удовольствием ходишь на тренировки? По танцам. Тебе нравится танцевать? Как-то не вижу я энтузиазма в твоем лице. Тём, давай, не позорь мамку-то. Ой, у тебя классно, у тебя нет первого зуба. У тебя первого зуба. У меня пяти. Уже пять? Ой, извини, я не знала. Уже три выросла. Три выросла уже, то есть ты вообще уже взрослый парень. А это что, у тебя скакалка? Вот так вот, поняли? Вот так. Все. Здрасте. Здрасте. А ты знаком с Аллой Духовой, кстати, лично? Тём, тебе... Куда? Вот такой... парень взрослый просто. ей предложили отправить меня на утреннюю звезду. И она так не хотела, чтобы сказали, что она воспользовалась уже не положением и протолкнула свою дочку, что она этого не сделала. Её так совесть мучилась. Я сейчас... Я и тогда это понимала, но и сейчас я понимаю, вот когда сын, получается, известных людей, вот он стоит в первом ряду, и я всегда ну, очень ревностна, мне очень обидно, когда говорят, что это потому, что пресняков. У нас это неприятно. Да, ну вот это как салсусь ситуация, да, у неё реально талантливая дочка, которая реально хорошо поёт. Понятно, что там родители были, может быть, где-то виноваты, что что-то там... Подхимичили, конечно. Ну, по факту, она правда талантливая девочка. Это то, о чём я уже говорила дома. Влад не исключает талант. Не исключает талант. А он понимает, что его родители, они большие артисты? Понимает. Понимает. Ну, так как он мальчик, к маме он, конечно, ко мне по-другому немножко относится, а папа, у него безумный авторитет и какая-то необыкновенная гордость. Он очень им гордится. Вот у Володи был недавно концерт в Крокусе, и Тёмка тоже там просто взорвал зал. Он на его две песни выскочил. И понимаешь, что этот пятилетний человек вообще не боится людей. Он вышел на самый аванс сцену и танцевал просто две песни без устали, никого не стесняясь. Он еще так ульцом отрабатывал. То есть ты не догадывала какая-то история? Нет, ну мы с ним говорили, да, что он очень хотел этого. Он сам и уговаривала, да. Невозможно было ему не разрешить это. Потому что он настолько хотел и готовился. Но это было прям круто. Я хотела, ты знаешь, поговорить на тему беременности. Потому что я знаю, что для вас это был достаточно длительный путь. И, собственно, я в этом плане могу сказать, что для меня тоже был этот путь достаточно долгим. Мы тоже не сразу, когда мы захотели, забеременели. И вообще это, мне кажется, проблема достаточно актуальна. для многих... Вот, да, нашей вот какой-то... Как сказать? Нашего времени, да. Да, да. И мне вообще очень понравилось, что ты этим поделилась в какой-то момент, да. Ты действительно об этом публично как-то заявила, рассказалась. И что ты не стала как бы скрывать, что были какие-то трудности на пути к зачатию ребенка. То количество раз, которые я была в прессе беременная, у меня уже должно было быть, не знаю, год по ребенку точно, если отсчитать 9 месяцев, 10 месяцев беременности. Да, был путь, он был сложный. Где-то, наверное, лет в 27 я уже стала очень об этом думать. И ничего не получалось. Пошли к врачам. И вот эта вся ситуация меня очень привела в веру. Вот с 2010... Собственно, мы и поженились из-за меня. Потому что я... Это, кстати, классная история, да, ты рассказала. Да, 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 да. Я стала искать в себе какие-то проблемы и... А врачи что говорили? Вот ничего не говорили. То есть вы здоровы, просто вот, ну, не получается, да? Ну, что-то типа того, вот так бывает, да. А вы не пробовали ЭКО или не думали о суррогатной маме? Ну, я никогда не думала о суррогатной маме. Это, конечно, для меня исключено. Ну, слушай, я такая молодая еще сама. Ну, не то, что я... Ну, бывают же разные ситуации, поэтому иногда... Нет, по здоровью не было таких разных ситуаций. Просто я стала искать в себе, что-то я делаю не так, вот у меня не получается. И я... У меня подружка есть, она... Я тут решила попаститься как-то в 2010 году, Великий пост, поддержать. И вот там, значит, выход из всего этого, чего я никогда не делала, исповедь и причастие. И вот я прихожу на исповедь, я стараюсь, весь пост держу, стараюсь, чтобы вот мне дали малыша. Все это терплю, все это не еду на первый раз. И я попадаю к батюшке, впоследствии вот он и стал нашим духовником, отец Федор, и он мне говорит, а я не могу тебя причастить, ты сознательно живешь в грехе. Вот я с Володей сожительствую, вот пять лет мы жили до брака, это сознательно оказывается, я живу в грехе. Я так возмутилась, что я бы и не жила в грехе сознательно, если бы кое-кто сделал кое-что. А тут я не могу такую простую, элементарную, человеческую сделать вещь, если мне хочется причаститься. И это мое право. У меня как бы, ну вот я его не имею. Вот. Это меня очень сильно впечатлило. И я пришла к Вове домой, и я сказала, Вов, вот я тебе завтра встречу организовала, ты, пожалуйста, сходи, пообщайся. И отец Федор нашел и для Вовы нужные слова. Он ему сказал, что получается, что ты не хочешь нести ответственность. Ты в каждый момент можешь спрыгнуть и сказать, ну, мы же не женаты, я не несу никакой ответственности, до свидания. И Вову очень слова эти задели. Потому что он, в принципе, ну, абсолютно настоящий мужчина, в нем мужского начала много, и он ответственный, и он не может позволить так о себе и самому думать, и тем более окружающим. Ну и все. Я назначила дату, мы поженились. Да, ну вы поженились, но еще был вот этот вот путь, пять лет до того, как появился на свет Артемий. Да, я помню, был момент, когда я просто рыдала, каталась по кровати, и, ой, сейчас говорю, у меня прям слезы, и я просто кричала, выла во весь голос, ну вот когда в очередной раз оказалось, что я не беременна, а выла и кричала, зачем тогда жить на свете, если у тебя нет ребенка. я очень страдала на эту тему. Просто я так помню тот момент, он меня тоже так впечатлил, вот я так ждала, вот все, вот в этот раз точно получится. Нет. А как Володя тебя поддерживала? Всегда очень сильно, всегда очень сильно, и он всегда меня во всем поддерживает, это, вот знаешь, никакой карьеры не нужно, имея такого мужа, вот такого. Я могу делать все, что я хочу. Он ни в чем меня не ограничивает, и он ничего мне не запрещает. Что, как ты думаешь, вам помогло, вот не потерять, не опустить руки, там, не потерять надежду? Сильные характеры, и я могу одно сказать всем девочкам и семьям, которые об этом мечтают, и пока не получается, вот делайте все, и делайте до последнего, не опускайте руки как раз, вот и обязательно получится, вот просто не останавливайтесь и не опускайте руки, и делайте все со всех возможных сторон, вот если действительно очень хочется, все и с любых сторон, и по здоровью, и по вере, и по желанию, и по общению, и по какому-то росту, там, своему духовному, не обязательно там через религию, а ведь разные бывают, там, учения и так далее, вот все, что вам доступно, и к чему у вас есть желание, вот все это делайте, только не опускайте руки. Но бывает еще говорят, что нельзя циклиться на чем-то, и нужно вот отпустить это. А разве возможно на этом не циклиться? Вот я не знаю. Мне кажется, что нет. Вот, ну, у меня не получилось не циклиться, я очень циклилась на этом, ровно пока не получилось, и потом я также циклилась на втором. Мне было очень важно до 40 лет родить еще одного ребенка обязательно. Ты хотела, по-моему, сразу, да? Да, да, я очень хотела залететь, пока кормила первого, но так не получилось, да. Но для меня крайне важно было, чтобы их было двое. Меня очень потрясла история, вот, Джон Ледженд и его жена Крисси. Да, Тейкин. Да, 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 да. Ее так осуждают за то, что она выложила все это на показ. А я ее так понимаю, ведь каждый свою боль по-разному воспринимает. Иногда человеку больно так, что хочется об этом кричать и со всеми об этом разговаривать, вот проговаривать это. Как можно за это осудить? Как можно там сказать, зачем ты? Она себя лечит таким образом, она излечивает свою рану, она это делится, ей, может быть, кажется, что она с этим поделится и кому-то поможет. Ведь это тоже важно, когда такие ситуации случаются, и ты знаешь, что ты не один. Вот очень ей сопереживала, потому что в этот момент я находилась... Потому что в этот момент я сама была беременна, и мне так было страшно, когда это все с ней произошло. И знаешь, еще очень важно не спрашивать человека о том, беременный он, не беременный, когда забеременеешь, когда у тебя дети, почему не рожаешь, почему у тебя один, а не два, а не три. И вот эти бестактные вопросы, мне кажется, они ставят тебя иногда просто не то что в ступор, они тебя просто ранят, потому что ты можешь переживать. Особенно если ты очень хочешь. Мы так Юлю Караулову нашу все время допекали, потому что у нас была компания, но и есть. И я, моя Юля, подружка еще у нас есть, я, она солистка новых самоцветов. И вот Юля Караулова. Мы все в один год родили, у нас все дети, одного года, 2015-го. Юля, когда с нами приходила, вот мы все вместе встречались, мы там про какашки, а она ей скучно. Ну и вот наконец-таки мы сможем и с ней обсуждать наши какашки. Она наконец в компанию, да, попадет. Я очень-очень рада. Я верю в то, что у каждого человека есть какая-то миссия на земле. В чем твоя, как ты считаешь? Я уверена, просто убеждена, что у всех людей на этой земле миссия производить людей. Что это самая главная задача наша рожать детей и производить новых людей. Если бы у тебя была какая-то суперсила, какая бы она была? Я бы хотела излечивать всех людей с помощью своего пения. Это была бы классная суперсила. Если бы ты могла изменить что-то, какое-то одно событие, что бы это было? Я бы изменила действительно только одно событие. Я бы сделала все, чтобы папа не разбился в 2006 году, потому что я попала в аварию в Москве, пострадал человек, оказался в реанимацию, в средней тяжести было его состояние по моей вине. Папа, юрист, приехал меня спасать, вызволять из этой ситуации. И как-то так стал все выруливать, что чуть ли не этот человек виноват. И мне такое-то чувство дискомфорта, несправедливости стало приносить, что я сказала, пап, нет, так не нужно делать. Мы там хотим заплатить оговоренную сумму денег и там с миром разойтись, там с тысячей извинениями по обоюдному, как это, да, без суда, все, без следствия. Это состояние его позволяло. Папа очень распсиховался, разозлился, не спал всю ночь и сел утром за руль, уехал в Могилев и по дороге разбился, заснул за рулем. Вот это я бы очень хотела изменить. Ты веришь в судьбу? Ну, я бы хотела это изменить не в том смысле, что сделать то, что папа просит, а как-то вот, вот как-то изменить, чтобы он остался жив. Ты веришь в судьбу? То, что все не просто так происходит. Ну, вот я уверена, да, что так у него уже складывались у папы жизненные обстоятельства, что мне кажется, что его просто боженька забрал. Что бы ты сказала, маленькая Наташа? Я бы сказала, что ты молодец, что все ты правильно сделаешь в детском возрасте, что все у тебя будет хорошо, ничего не меняй. Друзья, спасибо вам огромное, что смотрели это интервью. Пишите нам комментарии, ставьте лайки, в общем, подписывайтесь на канал, можете даже хейтерские писать, мы все равно будем рады любым отзывам. Субтитры сделал DimaTorzok